А сейчас я хотел бы поприветствовать всех-всех друзей телеканала СНЛ и конечно же приветствовать Дом Веры. Дорогие мои, Дом Веры, добро пожаловать в эфир. Если вы хотите стать участниками нашей интернет-общины Дом Веры, то добро пожаловать. Сделать это очень просто. Вам нужно пройти на сайт домверы.ру и присоединиться к нам там в прямом эфире. И мы в прямом эфире будем вместе искать лица Господня, вместе прославлять, вместе молиться, что мы сегодня и сделаем вместе. Поэтому добро пожаловать. Между прочим, я Максимов Максим и это прямой эфир. Сегодня у нас 16 сентября. Здесь утро, 8 утра у вас, наверное, вечер. 16 сентября вечер и я верю, что сегодня у нас среда. Вы знаете, как время быстро летит. Как время быстро летит. Только что вроде лето начиналось, а уже прошло летом. Только что вроде только все начиналось, а уже многое заканчивается. Только вроде начало, а уже конец. Я все уже к теме моей перехожу. Итак, дорогие мои, пусть Бог благословит вас обильно. Давайте начнем с молитвы и пойдем по нашей передаче. Надеюсь, что к концу мы придем с откровениями, с благословением, с ожиданием славы Божьей. Дорогой Господь, благодарю Тебя за этот день. День славы, день благодарения, день поклонения, день хвалы. Благодарю Тебя за то, что Ты держишь нас в своих руках. Благодарю Тебя за все милости. Благодарю Тебя за то, что Ты вразумляешь нас, направляешь нас, держишь нас, охраняешь нас, благословляешь нас. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты удержал нас в своих руках. Да будет имя Твое прославлено, да будет имя Твое благословлено, да будешь Ты превознесен и возвеличен. Господь, я ценю, дорожу, восхваляю Тебя, превозношу Тебя, благословляю Твое святое имя. Господь, благодарю Тебя за то, что Ты держишь на своей руке. Прошу, пускай кровь Твоя моет нас от всякого греха, очистит. Пускай, Господь, Твоя кровь убелит наши сердца. Благослови, Господь, всех наших зрителей. Благослови, Господь, тех, кто сейчас меня слышит. Благослови их семьи, их дома, их жизни. Благослови, Господь, во имя Иисуса Христа. Я прошу, Божий, благослови, где бы они ни находились, да будет Твое благословение с ними. Да будет Твоя милость с ними, да будет Твоя слава с ними. Держи их в своих руках, Господь, огради от зла и направляй на пути Твои. Во имя Иисуса Христа я благословляю Вас и провозглашаю благословение над Вами. Аминь. Ну что, мир Вам и благодать доумножится. Пусть Бог благословит Вас. Приветствую всех-всех-всех в этом прямом эфире. Верю, что Вы получаете благословение, радость, вдохновение, жизнь. Славу Божию, верю, что у Вас все хорошо сегодня. Если даже Вам плохо, то сегодня день благодати и благословения. Дорогие мои, приветствую всех зрителей телеканала СНЛ. А также хочу пригласить Вас присоединиться к нашей интернет-общине Дом Веры. Сейчас на экране Вы увидите, как найти нашу интернет-общину Дом Веры. И Вы можете присоединиться к интернет-общине. Это что-то новое. Интернет-община Дом Веры. Есть, конечно же, поместные общины, но есть также и онлайн-общины. Мы каждый день встречаемся, кроме субботы и понедельника. Мы изучаем Священное Писание, мы вникаем в Слово Божие, мы смотрим, что Библия говорит. Каждый день за днем, каждый день мы проходим новую тему, новая тема, новая мысль. И мы становимся лучше, мы меняемся. У многих уже привычка присоединяться и каждый день смотреть. Вы знаете, это как библейская школа на дому. Немногие могут поехать в библейскую школу и заниматься с утра до вечера. В течение года. Но Вы можете каждый вечер включать Ваш телевизор, Ваш компьютер и присоединяться к молитве, к прославлению. У нас немножко молитвы, немножко прославления и учения. Каждый день проходить урок. Я думаю, что это хорошее начало. Но знаете, решает не начало, а конец. Конец, конец. Сегодня моя тема о конце. Благословляю Вас, драгоценные. Благословляю Вас именем Иисуса Христа. Я говорю, благословение над Вами, над Вашими жизнями. Решает не начало, а конец. Когда мы вспоминаем о конце, можно многое говорить, но конец лучше начала. Об этом говорит Священное Писание. Вы знаете, когда мы с Вами смотрим в Писании, мы обнаружим очень интересную мысль. Дорогие мои, послушайте меня. Я хочу сейчас открыть Библию. Наверное, камеру нужно переключить все-таки. Открыть Библию. И давайте прочитаем такое место. Конец. Екклесиаста, седьмая глава, восьмой стих. Конец дела лучше начала его. Спасибо, что перелишили камеру. Конец дела лучше начала его. Это Екклесиаста, семь, восемь. Пожалуйста, выведите это место Писания на экран. Екклесиаст находится в Старом Завете, рядом с притчами. Екклесиаст, семь, восемь. Конец дела лучше начала его, сказал Соломон. На этом месте Писания я хотел бы сегодня основать свое учение, свою проповедь. Конец или начало? Многие из нас с радостью начинают какое-то действие. Многие из нас с радостью начинают какое-то мероприятие. Многие из нас с радостью начинают что-нибудь о них с ревностью. Но, вы знаете, когда мы говорим о деле, в деле есть начало, середина и конец. И когда мы говорим о конце, конец представляет собой нечто превосходное, нечто особенное, нечто сильное. Конец определяет награду. Конец определяет выводы. Конец определяет очень много. Конец делает предприятие завершенным или событие завершенным. Окончание лучше. Когда мы с вами приступаем к любому событию, мы вдохновлены началом. Но не у многих людей хватает сил, желания, эмоций, вдохновения довести дело до конца. Завершение. Многие пытаются, у них есть желание добиться чего-то. И, вы знаете, стартаперы так называемые, которые готовы начинать, но они не могут продолжать дело. Они не могут довести дело до финала. И у них получается, что есть много-много желаний. Желание начинать двигаться и что-то там, но не добудет дело до конца. И это очень серьезная проблема. Начало, оно как бы не было прекрасным, вдохновенным и все остальное, начало не приносит людям благословения и урожай. Урожай. Начало – это весна. Весною мы не ждем урожая. Весною урожая не может быть. Весною мы не рассчитываем на урожай. Но урожайность, урожайность в нашей жизни определяет конец, когда мы под цыплят по осени считают. Иисус сказал, откройте ваше Писание, это написано в Откровении, 22 глава, 13 стих. В конце самой Библии, в самом конце, Откровение 22, 13. Он говорит, я есмь, альфа и омега, начало и конец, первый и последний. Откровение 22, 13. Я есмь, альфа и омега, начало и конец, первый и последний. Иисус сказал, что я есть, начало и конец. Мы находимся в пути между началом и концом. Наша жизнь подойдет к концу. Все подходит рано или поздно к своему завершающему концу. Все рано или поздно заканчивается. И наш земной путь рано или поздно закончится. Поэтому вам не нужно отчаиваться, смущаться. Вам не нужно с ужасом встречать конец. Конец – дело лучше начало его. И когда вы подойдете к концу, вы с радостью скажете, Господь, я готов войти в обители Твои. Я готов присоединиться к обителям Твоим. Я готов войти к Тебе, Господь. Я готов жить для Тебя. Я готов служить Тебе. Я готов быть Твоим другом. Я хочу быть с Тобою. Господь, я стремлюсь к Тебе. Конец – дело. Начало – дело. У каждого человека есть свое… Ну, давайте так скажем. У каждого человека есть три позиции. Или ты в начале, или ты в середине, или ты в конце. Многие люди хотят и быстро начинают дело. Они быстро-быстро готовы начать новое дело. Давай быстренько замутим проект. У меня много таких друзей. Они готовы начинать дело. Кстати, они сейчас смотрят прямой эфир, некоторые из них. И они знают, о чем я говорю. Они готовы начинать замутить дело, но довести до конца. У них нету… Нету… Я не знаю даже, чего у них нету. У них чего-то нету. Чего-то не хватает. Если по-настоящему говорить, для человека нужно уметь доводить дело до конца. Все-таки конец венчает. Тебя примут в небесной обители не потому, как ты начинал, а то, как ты заканчиваешь. Не потому, как ты хотел сделать, а потому, как ты сделал. Подведение итогов, наверное, это самый важный и ключевой момент, когда мы подходим к финальной линии. Вот эта линия, после которой знаменатель подводится и потом подсчитываются итоги. Сводится дебет с кредитом. После этой линии уже ты не можешь ничего дописать. Эта линия подводит итог. Успешно, неуспешно, удачно, неудачно. Мне нравятся люди, которые готовы начинать. Они готовы все время замутить какое-то новое дело, новый проект, начать что-то новое. Но я всегда с сожалением смотрю на людей, которые не заканчивают. Они начинают, бросают, снова начинают, снова бросают, снова начинают, снова бросают. У них постоянно бросание своих проектов. У них постоянно бросание своих, ну давайте так скажем, бросание своих планов, целей. Они постоянно где-то посередине отказываются. Наверное, у них были ожидания. Наверное, они ожидали, что у них будет все супер, все быстро, все мощно. У них все будет не так, как у других. Они начнут с ревностью. Но! Конец. Итог. Знаменатель. Подведение выводов. Подведение, сведение цифр, сведение баланса. Все-таки цыплят считают по осени. Конечно, ты радуешься, что у тебя много цыплят. Но сколько из них доживет? Сколько из них дойдет до конца? Сколько из них пройдет свой путь? Решает конец дела лучше начало его, говорил Соломон. Мы все движемся от начала к концу. И мы все стремимся к концу. И мы хотим, чтобы все, что Бог нам дает, чтобы оно пришло в нашу жизнь. Давайте посмотрим евреям. Откройте евреям третью главу. Откройте евреям третью главу. И будем читать 14 стих. Это где-то в самом конце Библии, пожалуйста. Евреям третья глава, 14 стих. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Мы сделались причастниками Христу при условии, если только мы начатую жизнь твердо сохраним до конца. Послушайте меня, драгоценные мои. Ты покаялся? Молодец. Ты уверовал? Молодец. Ты принял Христа? Молодец! Но если ты не сохранишь до конца твердость принятого сначала, тогда печалька, тогда в твоей жизни будет полная печалька. Печалька будет в том, что ты не дойдешь до конца. Ты не дойдешь до конца. Если ты не дойдешь до конца, ты не можешь считать себя причастником Христу. Причастниками Христу могут считать себя только те, кто дойдут до конца. Те, кто дойдут до конца. Начатую жизнь твердо сохраним до конца. Вы знаете, когда мы говорим о победах Господа, откройте откровение 2 глава, 26 стих. Откройте откровение 2, 26. Я надеюсь, что сейчас вы получите ответ. Здесь написано о побеждающем. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца. Многие хотят побеждать, но соблюдать дела его до конца не все соблюдают до конца. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками и так далее, так далее, так далее. Побеждать и соблюдать дела до конца. О, у меня есть победа, аллилуйя, мы победили Отлично, ты соблюдаешь дела Господа до конца До конца Соблюдать дела Господа до конца Дойти до конца Не только побеждать в начале твоей христианской жизни А побеждать всегда в твоей христианской жизни Побеждать всегда в твоей жизни Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть. Слава Господу. Я обращаюсь сейчас к каждому из вас. Перед нами стоит очень серьезный выбор. Мы говорим о постоянстве, мы говорим о направлении. Кто побеждает, тот получает награду, тот получает венец славы. Многие будут спасены, но не все получат венец. Многие будут на стеклянном море с пальмой у ветки без венцов, но некоторые будут на троне с венцом. Венцо это, ну нет, а венцо это как венец славы. Я обращаюсь сейчас, послушайте меня, послушайте меня, драгоценный мэй. Дойти до конца это условие успешной христианской жизни. Дойти до конца. Побеждающий и кто соблюдает дела. Вы знаете, как легко превратиться только в побеждающего. Я буду побеждать, 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 я побеждающий, я буду сражаться. Да, но здесь не сказано, что только побеждать. Здесь сказано дойти до конца, дойти до конца, соблюдать дела до конца. Многие из вас хотят, чтобы жизнь постояла только из сражений, из побед. Представьте, так приятно быть победителем, ветер развивает тебя. И ты такой стоишь, мы чемпионы, на пьедестале все. Иисус говорит, кто побеждает и соблюдает дела мои. Знаете, побеждать это одно, делать дела это другое. Побеждать это иметь соревнования, это иметь сопротивление, иметь борьбу, это иметь соперника. Дела, никаких соперников нету, никого-то нету. Соперников нету, когда ты делаешь дела, делай. Знаете, когда ты полы моешь, когда ты полы моешь, соперников нету. Когда ты на велосипеде в гонке участвуешь, соперники есть. Многие люди хотят, чтобы все время быть побеждающим, кому-то что-то доказывать. Многие из вас постоянно с кем-то борются. У вас жизнь полна сопротивления, попытки доказать кому-то. Кто побеждает и соблюдает мои дела до конца, доводит до конца, доводит до финала. Кто делает все, вот знаете как, многие хотят остаться только в зоне сражения, а тебе необходимо закончить все дела, которые Бог предназначил тебе исполнять. О слава Господу, Аллилуйя, пройти путь, который Господь нам дал до конца. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца. Вы знаете, если вы прочитаете Марка, 13 глава, 13 стих, такой счастливый, Марка, 13, 13. «И будете ненавидимы всеми за имя Моем». Такое вдохновение. «Будете ненавидимы всеми за имя Моем». И дальше, претерпевший же до конца спасется. Хотите спасения, нам необходимо терпеть до конца. Хотите получить ободрение, вдохновение, терпеть, терпеть, терпеть до конца. Претерпевший же до конца получит спасение. Я хочу получить спасение. Я хочу получить благодать, благословение. Я хочу жить в благословении. Я хочу познавать Бога. Я хочу жить в Его воле. Я хочу все преодолевшее устоять. Это важнейший, наверное, фундамент – пройти путь до конца. Начало или конец. Который утвердит вас до конца. Это написано первое послание Коринфянам, первая глава. Давайте прочитаем. Здесь хорошее место писания. Первое Коринфянам, первая глава, четвертая стиха. Написаны такие слова. Апостол Павел пишет в Новом Завете такие слова. Непрестанно. Первое Коринфянам, первая глава, четвертая стиха. Непрестанно. Благодарю Бога моего за вас. Ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе. Потому что, пятый стих, в нем вы обогатились всем. Всяким словом и познанием. Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас. Седьмой стих. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Господь нас утверждает до конца. Он не бросает нас на полпути. Он не бросает нас на полпути нашего христианской жизни. Он не бросает нас на полпути нашего христианского хождения. Он не бросает нас на половинки и говорит, ну, теперь сами уже давайте. Я вам помог к началу, а теперь вы сами давайте дергайтесь, пытайтесь что-нибудь сделать. Вдруг получится. Нет, Господь утверждает нас до конца. Он будет и нас утверждает до конца. Он дает полную меру, не частично. Он нагнетенную меру, утрясенную. Бог помогает, Бог жертвует, Бог участвует. Господь рядом с тобою. Он не оставил тебя недоделанным. Он не просто завел цемент и бросил тебя застывать глыбой. Нет, Он завел цемент и Он зальет в правильную форму. Так что из тебя выйдет что-то классное и красивое. Бог благословит каждого из нас. Драгоценные, я обращаюсь сейчас к вам. Я вдохновляю вас пройти ваше поприще, ваш путь до конца. Я вдохновляю вас все преодолевшую стоять. Я вдохновляю вас познавать волю Божию. Я вдохновляю вас искать лица Господня. Я вдохновляю вас познавать Господа. Не просто остановиться в познании, а познавать Его всей вашей жизнью. Познавать всем вашим хождением. Кто соблюдает и побеждает, кто побеждает и соблюдает дела мои, тому дам власть. Особенно власть над язычниками. Многие люди постоянно находят оправдание. Они говорят, я не могу, я не смогу, у меня не получится, я молод, я не способен. Помните, как пророк Иеремия, откройте Иеремия, первая глава, когда Господь прикоснулся к нему. И первая глава с четвертого стиха. И было ко мне слово Господне. И потом пятый стих. Прежде нежели я образовал тебя в очреве, я познал тебя. И прежде нежели ты вышел из утробы, я светил тебя, пророком для народов поставил тебя. Я пророком для народов поставил. А я сказал, Господи Боже, я не умею говорить, я еще молодой. Я такой неуклюжий, я слишком старый, я слишком молодой, я слишком бедный, я слишком занятой, я слишком неудачный. Я слишком, я не в той стране родился. Но Господь сказал, не говори, я молод. Ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь. И все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. И простер Господь руку свою, коснулся уст моих. И сказал мне, вот я вложил слова мои в уста твои. Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять, разорять, губить, разожжать, созидать и насаждать. Посмотрите, не нужно искать оправдания. Не нужно объяснять причину, почему у тебя не получается что-то. Не нужно говорить, у меня не получается, это потому что вот это, вот это, вот это. У меня не получается, потому что я молодой. Иремия, он был такой же, как и вы, такой же, как и ты. Он все время искал какое-нибудь оправдание. Всегда кто-то был виноват в его неудаче. Всегда кто-то, кто-то что-то не то сделал для него. И вот, я молодой, я неудачный, мне трудно. Мне, я не способный, я, я не уверен. Я, 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 Иремия, Иремия, дорогой мой, очнись. О чем речь? Иремия, не говори, я молод. Господь говорит, не говори. Вы знаете, мне понравилось, что Бог сказал, не говори. Представь, ты стоишь перед Богом, он говорит, не говори. Что не говори? Я молод, я стар, я такой, я бедный, я неудачный, я, я, ни на что не гожусь. Не говори так, не говори так. Я представляю, как Иремия вот так раз. Кому я пошлю тебя, тому пойдешь. Кому скажу, говори, что повелю тебе, скажешь. Понял? Понял. Не говори, что я молод, не говори, что я стар. Не ищи оправдания своим, своему бездействию. Многие люди говорят, ты дал мне этот талант, но ты жнешь, где не сеял, и так далее, и так далее. Ты берешь, не говори так. Не будьте людьми, которые ищут причину своих неудач, причину своей неспособности. Они ищут какое-нибудь оправдание, и потом вцепятся, как пиявки в это оправдание, и не могут отцепиться от него. Я встречал мужиков, которые говорят, вот, меня в детстве не направили, не научили, мне не подсказали, мне учительница не сказала, мне мама не сказала, у меня родители, мне вот это. И так смотрю на него, думаю, ой, ой. Я говорю, у тебя все виноваты, кроме тебя. Ты один такой классненький. Ты один, тебе не сказали, не научили, не подсказали, не направили, не остановили. Плохая компания, двор, улица, все не так. Дорогой человек, хватит ныть и стонать, хватит оправдываться. Возьмись и скажи, хватит. Возьмись и скажи, хватит. Моя жизнь в моих руках. Скажи, хватит. Я Божий человек. Я хожу по путям Божьим. Я живу в Божьем потоке. Я живу в Божьем благословении. Я с Богом. Я не буду говорить. Любое оправдание, Господь вам говорит, не нужно говорить, не говори. Что же говорить? Я способен. Я силен. Я пройду до конца. Я совершаю дела мои до конца. Соблюдаю дела до конца. Я делаю. Я знаю, что ко мне. Я пройду свой жизненный путь до самого конца. Во Христе Иисусе. У меня все получится. Я все смогу. Все преодолею. Я Божий человек. Я дитё Божье. Я знаю, на что я способен. Я знаю, Бог со мной. Я знаю, я силен. Поймите, Бог призвал вас к совершенству. Бог призвал вас к особенному состоянию. Бог призвал вас ходить в силе, славе, в духе, в помазании. Бог призвал вас жить в благословениях. Бог призвал вас жить в помазании. Бог призывает вас. Не нужно ссылаться на то или другое. Не нужно искать зацепки. Многие люди постоянно говорят. Я смотрю, я думаю, ну почему вы говорите? Ну сделай ты хоть что-нибудь. Сделай шаг. Я пытался, но мне не сказали. Мне не научили. Мне никто не сказал, что я должен пройти путь до конца. Хватит ныть. Хватит быть слабаком. Хватит быть неудачным. Возьми и проснись сегодня. Или ляг в постель и скажи. Все, что у меня есть, находится внутри меня. Все, что мне нужно внутри меня. Бог дал мне благословение. Бог дал мне помазание. Бог дал мне свое ДНК. Бог вложил в меня свой код. Код победителя. Код сильного, славного. Бог вложил в код счастливого. Бог вложил в меня код благословенного человека, который наполнен жизнью, светом, радостью. Бог вложил в меня славу свою, дух свой. Бог вложил в меня свое помазание. Внутри меня есть все необходимое. Не думай, что ты какой-то недодел или недоумок. Внутри тебя заложено все. Бог вложил все, что тебе необходимо для твоей жизни. Все вложено в тебя. Единственное, чего не хватает. Рвение, желание, постоянство и пройти путь до конца. Начни и делай. Укрепи руки свои, укрепи сердце свое. Стремись. Многие ищут все время легкого пути. Всю жизнь в поисках легкого пути. Ты думаешь, как бы тебе было полегче, полегче. Если ты все время ищешь легкого пути, ты все время ищешь. О, как бы, вот если бы меня взяли куда-нибудь, и меня бы пригласили, и увидели, какой я талантливый, и какой я классный, и какой я пригожий. Да ты никому не нужен. Очнись. Ты никому не нужен. Ну да, ты фараону нужен, как раб. Но, послушайте, дорогие мои, вы никому не нужны. Никто не будет бегать за вами и говорить, давай, давай. Внутри тебя находится, даже если ты находишься в пустыне, внутри тебя сад, внутри тебя источники, внутри тебя колодец, внутри тебя источник изнутри, внутри тебя и все. Не нужно сидеть и ждать, чтобы тебя кто-нибудь вдохновлял. Люди, которые начинают действовать только по причине, что их вдохновили, поверьте мне, как только кончится у них вдохновитель снаружи, а не прекратят свое движение, как только, если у них заряжатель, генератор, стартер где-то снаружи находится, люди, дорогие, ничего, ничего не получится. Ничего не получится в вашей жизни. Если вас кто-то вдохновил что-то делать, и вы такие вдохновенные, ура, я начну, мне пастор сказал, мне это сказали, и ты начнешь что-то делать, ты начнешь работать с ревностью, и когда тебе перестанут говорить, ты вот так сядешь, мне неохота, начни делать. Хочешь пробиться в каком-то деле, в бизнесе, в недвижимости, в творчестве, в киноиндустрии, где угодно, ты хочешь чего-то добиться, запомни, ты никому не нужен. Ты что сидишь и думаешь, что люди ждут, вот он пришел, вот тебе хлеб, соль, теперь ты будешь гениальным режиссером, да никто, ты ноль, ты полный ноль. Единственное, что у тебя есть, это ты сам, и Господь твой. Не будь отверженным, и пойми, тебя будут отвергать, но ты не будь отверженным. Ты никому не нужен, всем плевать на тебя. Неужели вы думаете, что кто-то пойдет и будет тебе говорить, давай, давай, тебе, ну это один случай на миллион. Во всех остальных случаях только тебя будут ограничивать, останавливать, тормозить, тебя будут, тебя будут клепать по башке, чтобы ты не дергался. Фараон не хочет, чтобы ты вышел из Египта. Он сделает все, чтобы ты остался в Египте. Он не даст тебе возможности выйти из Египта. Он не хочет твоего освобождения. Он не хочет, чтобы ты освободился. Теперь внутри тебя есть Бог на небесах, который дал слово. Есть Моисей, который сказал, let my people go. И теперь тебе нужно бороться, пройти сквозь море, сквозь пустыню, к земле обетований и благословений. Я обращаюсь сейчас к каждому из вас. Если вы хотите добиться чего-то, если вы хотите чего-то показать Божьей величия, вы великие люди, но если вы мечтаете увидеть славу Божию в вашей жизни, нужно согласиться со следующим. Никто не будет за тобой бегать и делать из себя что-то. Только Господь и только ты. Два ингредиента. Бог и я. Я делаю дела Божьи, потому что Бог мне дал слово. Я не остановлюсь, я не торможусь, я не упаду, я не зацеплюсь. Я двигаюсь, прорываюсь, пробиваюсь, пролетаю. Я стремлюсь, я проламываю, разрушаю все преграды. Я двигаюсь, потому что Бог со мною. Аминь. Драгоценные, я благословляю вас. Я говорю, благословение в вашу жизнь. Пусть Бог благословит вас. Пускай Божьи благословения будут с вами. Держитесь. Я хотел вдохновить вас. Пройти путь до конца. Я хотел вдохновить вас. Пройти ваше хождение до конца. Я вдохновляю и благословляю вас. У меня остаются последние минуты. И в конце я хотел бы помолиться. Сейчас посмотрю, кто там у меня в эфире находится. Ага, меня слушают люди. Приветствую всех. Приветствую Евгению из города Приморск. Слава, приветствую. Юрий из Украины, приветствую. Дмитрий из Воронежа. Юрий из Московской области. Яна из Москвы. Приветствую Евгений, Эльвира, Лариса. Всех-всех-всех приветствую. Пастор Дмитрий из Германии. Гутен Абен. Приветствую. Дорогие мои, сегодня я говорю очень важные слова. И может быть это немножко звучит жестко, но я бы хотел сейчас сказать вам, что все, когда вы хотите увидеть величие Божье в вашей жизни, я вдохновляю Жан-Булат вас и всех. Запомните, вы никому не нужны. Все хотели бы остались, чтобы вы остались там, где вы есть. Если ты уборщик, то для руководителя компании ему нужен уборщик. И он не собирается сделать из тебя замдиректора. Он не бегает за тобой. Ну когда ты станешь замдиректора? Нет. Он все, что видит. Ему нужен хороший уборщик, точка. И для него нету другого. Ему не нужно, чтобы ты вырос и изменился. Это тогда сменяет все его планы. Это все его планы переломает. Ему тогда нужно другого уборщика искать, если ты вырастешь. Никому не нужен младший сотрудник. То есть, вернее, всем нужен младший сотрудник, но тебе это только не нужно. Ты хочешь быть старшим сотрудником, но вы думаете, что старший сотрудник хочет, чтобы ты стал старшим сотрудником? Нет, ему это не надо. В конечном итоге, твой рост, духовный рост, это только твоя задача. Я благословляю вас именем Иисуса Христа. Я благословляю вас, чтобы вы ходили в свете, боролись, сопротивлялись, искали. Да пребудет Господь с вами, да явит свою силу вашу жизнь, да откроет, и чтобы вы все преодолевшие устояли и прошли свой путь до конца, и соблюдали дела. Благословляю вас именем Иисуса Христа. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Дорогие, сегодня с вами был Максим Максимов. Я люблю, ценю вас, дорожу вами. Благодарю вас за участие, за партнерство. У меня последние 20 секунд. Я хочу сказать, я благодарю вас за доверие и за то, что вы не только словами, но молитвами и поступками и своими решениями поддерживаете, и мы вместе много добьемся. Мы пройдем весь путь до конца. Хранит вас Господь. Держитесь за Господа и знайте, все лучшее впереди. Господь да благословит вас. Встретимся скоро. Благословения вам. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube-канал Максим СиНЛ и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!